физкульт привет ребята это канал спорт эра меня зовут андрей колосов и я напоминаю что ключевая тема нашего канала это национальный спорт россии который развивается и продолжает развиваться на нашей необъятной родине сегодня у меня в гостях александр юзиков член правления федерации этно спорта россии александр день приветствую самый главный вопрос что это вообще такое что ваша федерация делает если проще это спорт это фольклорная форма спорта наша федерация занимается организацией мероприятий праздников по на соответственно по от на спорту по россии если кратко то история федерации началась где-то в 2011 году когда тогда еще кандидат культурологии алексей валерьевич каласов провел ряд исследований по спорту по народным играм и правилам в ряде регионов и по результатам этих исследований вот было выявлено что достаточно еще много осталось в россии вот этих народных игр забав вот интересно народу к ним есть и было решено вот создать такую федерацию от на спорта позднее через год даже появилась мировое общество это спорт сейчас столица в риге а где в россии самая популярная можно так это столица какая-то где бы нет это столица нет надо понимать что народные игры есть у каждого народа начиная от простейших там люди всегда соревновались там бегали и плавали стреляли из лука там кидали камни в цели боролись бились на кулаках пытались выяснить кто сильнее свои вот эти самобытные формы только отличающиеся немножко друг от в связи с теми или иными условиями есть у всех поэтому вот на спорт можно сказать есть у каждого народа в детстве же мы все играли там бегали там царя горы там снежки казаки да там брали казаки разбойники штурм крепость брали и так далее потом там футбол играли уже но смысл как бы тот же самый это выплеснуть свою энергию познакомиться с новыми людьми вот соответственно там парни развлекаются девочки выбирают все женихов как раз общаться и так далее как раз вот по поводу людей сколько вообще вовлечено то есть видите какое-то развитие с каждым годом прибавляется смотрите если зайти чуть чуть раньше тот основной костяк который у нас есть там допустим анатолий тидорадзе алексей медведев там и многие другие мы вот родились советском союзе и вот соответственно пытались заниматься с детством сначала спортивными единоборствами потом пошла мода на восточные единоборства потом так называемые русские стили вот и соответственно прозанимавшись всем этим мы вот постепенно пришли к этноспорту пониманию что вот есть такая предтеча спорта который нам стало интересно как организуете все эти праздники мероприятия было выявлено такое село атманов угол где до 1985 года проходили кулачные бои до сих пор эти люди еще некоторые живы кто ну участвовал в кулачных боях застали да и мы получили вот эти все сведения от живых носителей то есть атманов угол деревни и тройская лихляйка они между собой бились на кулачных боях соответственно самый главный кулачный бой у них был на праздник там в конце августа успение при святой благородицы называется праздник вот там еще обряд такой дожинки когда собрали урожай все могут отдыхать и вот проводилось главное событие года то есть это было не просто состязание а как бы часть культурной жизни вот этих сил в основном про все события проходили при праздниках у нас вот есть так называемый никого-петровский цикл то есть начинается с никого дня там крещение и так далее в течение всего календаря на этих праздниках и происходят основные игры допустим в орле у нас есть такой праздник солнце караул в июле там у них обычай встречать солнце хулиганить вот и на основе этого тоже сделали как вырезать по разуму как только кто может ну то есть нет какого-то регламента нет 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 таких регламентов прям жестких народной традиции не существовало к чему мы и стремимся не разбить все полностью там прям пунктуально чтобы следовать всем требованиям а массой возможных допущений и по поводу атмановских кулачек вот как выяснили вот этот факт что они существовали до 85 года уже там познакомились с этими людьми тоже есть много видеоматериалов где они там все показывают рассказывают объясняют вот как это все происходило и было решено возродить вот этот фестиваль он проходит ежегодно в конце августа данное время при поддержке губернатора тамбургской области министерство культуры российской федерации свое время внесло его там в топ-200 мероприятий по россии также она внесена в реестр нематериального культурного наследия вот именно как праздник не просто как кулачный бой а как весь праздник с этим сопутствующими элементами собирает до 10 тысяч человек со всей россии там и стенка на стенку и борьба за вороток и врюхи играют и там песни пляски конкурс частушек в общем ярмарка весь праздник как и положено да александр ты сказал что помогает министерство культуры а министерство спорта как-то смотрите мы не являемся видом спорта ну собственно не стремимся к этому просто название этноспорт это так получилось потому что спорт в виде спорт в принципе это игра переводится английского и французского то есть мы занимаемся играми то есть фольклорность культурной составляющей спорта то есть спорт это немножко отдельное направление со своими законами подготовка и так далее мы не стремимся стать видом спорта или заместить спорт мы идем в такой нише между культурой и спортом народные игры они довольно простые упрощенные и спортсмен там тем более спортсмен высокой квалификации он всегда как бы вольется в эту струю и быстро перестроится хотя и не факт были случаи когда спортсмены и вот не могли выиграть у простых ребят но это зависит мотивация была у ребят мотивация правила подготовка есть народная стенка когда выходят все желающие делается поле чертится по тыле две границы за которые нужно выбить соседнюю стенку и без удара в голову проводится состязание и соответственно цель почувствовать командный дух как бы крепость перед ударами не бояться вот идти вперед и вместе со своей стенкой то есть это очень заряжает эмоционально людей особенно когда он выходит он прям чувствует единение задор и большой прилив сил соответственно там соблюдается там правило за шеи не бить там ну или скрывать сбоку когда человек тени не видит вот там ногами не бить там и другое там закладок небо в руку в общем все по-честному это как некоторая игра да александр ты сказал что это как игра на сайте я видел что есть русская игра категория русская забава и этно спорт то есть это это спорт да это объединяющие для всего потому что если допустим читать исторические источники там кулачный бой называется потеха игра забава как только называется забавы это у нас допустим те мероприятия которые происходят во время праздника там играют в клюшки дети мяч гоняют там чишк лег и так далее а дисциплина это уже по которым проводятся соревнования состязания стенка на стенку рус мяч борьба за вороток лапта рюхи очень интересно когда мы съездили в осташков там больше 150 лет уже непрерывно люди играют в такую игру как рюхи это похоже на городки но отличается чертится два поля 5 на 5 ставится около ста вот этих чурок с которой образует город их нужно выбирать большими битами который называется скал бы со стороны смотреть не всегда так азартно как участвовать самому потому что в этом и весь смысл народных игр и этноспорта в частности это участник участие самому люди не должны быть столько зрителями они должны быть больше участниками потому что на одной площадке поиграли в одну игру на другой в другую ограничений нет может участвовать вообще абсолютно любой вот если зрители кто-то посмотрит и скажет так они все и делается у нас что нужно то есть написать позвонить куда смотрите обращаться у нас есть сайт этноспорт точка ру есть группа в контакте называется русские соответственно там анонсирование всех мероприятий производится люди видят читают приходят ну там узнают от знакомых друзья к сожалению наше интервью подходит к концу но наше путешествие по истории национального спорта только начинается подписывайтесь на канал пишите свои комментарии и вы всегда будете в курсе национального спорта увидимся